Приветствую, зритель! Сегодня у нас на киноразборе канадское творение. Монтажер 2014 года от двух режиссеров Адама Брукса и Мэтью Кеннеди. Вообще эти два таланта ворвались в индустрию своей короткометражкой. Затем они сняли супертрэш «День отца». И тем самым, подкопив деньжат, режиссеры перешли на более качественный уровень, сняв по-своему крутую картину в стилях итальянского джавло и итальянских, опять же, ужасов. Плюс все это сделано с комедийным уклоном. По сути, это пародия с четко выверенными канонами жанра. Если, дорогой зритель, вы знакомы с кинематографом Италии 70-80-х, а именно с работами Фульчи, Ленци, Ардженто и некоторых других, то вас порадуют и позабавят многие моменты этой киноленты. Мелочам уделено огромное внимание. Например, ни для кого не секрет, что действия многих своих фильмов итальянские режиссеры переносили в США, и поэтому либо ехали на натуру, либо снимали у себя, нанимая иногда единственную американскую звезду, а на конечном этапе некачественно дублируя на американский английский всех оставшихся итальянских актеров. Так вот представьте, здесь это тоже обыграно. Ладно, давайте по порядку, сначала немного о сюжете. На киностудии проходит съемка фильма ужасов о таинственном маньяке. Обстановка на съемках напоминает гротеск в самой причудливой форме, причем профессионализм уступает место конвейерной спешки и полному пофигизму со стороны продюсера. Далее здесь происходит серия дерзких и жесточайших убийств актеров, а затем и членов съемочной группы. Убийствами незамедлительно начинает заниматься полиция. Расследованием руководит молодой и горячий инспектор. Обнаглевший маньяк-убийца кромсает жертв буквально под носом у правосудия и свидетелей. Расследование выводит детектива на явного подозреваемого, а именно, это мужик-инвалид, работающий при фильме монтажером. Все улики указывают на его причастность к мерзким и хладнокровным убийствам. Но, как обычно, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Детективу придется через многое пройти, чтобы оказаться самому частью феерического финала. Все происходящее здесь обставлено с юмором, который варьируется от тонкой пародии над клише Джалва до жирных курьезных приколов, рассчитанных на людей с невероятно черным чувством юмора. Я совсем немного знаком с жанром Джалва, но мне и этого хватило, чтобы оценить, скажем, операторскую работу, которая копирует большинство приемов мелкобюджетных фильмов того времени. Операторские планы словно перекочевали сюда из самых известных фильмов Лючо Фульчи. Работа со светом в лучших традициях Марио Бавы, периода его цветных фильмов. Спецэффекты картины полны утрированной жестокости и крови. Этим ли не славились картины ужасов из Италии? Мне понравилась игра актеров. Они нарочно-то переигрывают и вываливают лишние эмоции, превращая, казалось бы, заурядный сюжет в кровавый вихрь, который принимает причудливые формы итальянского жанра. Еще немного об игре актеров. Исполнитель роли монтажера Адам Брукс, помимо режиссерских полномочий на картине, является реальным монтажером этой киноленты, а его коллега, режиссер Мэтт Кеннеди, сыграл детектива. Помимо этих канадских многостаночников, в киноленте можно лицезреть еще несколько известных личностей, среди которых стоит упомянуть актера немецкого происхождения Удо Кира, известного своими ролями отрицательного плана. Здесь у него эпизодическая роль директора лечебницы для душевнобольных. Также в кинокартине появился в роли священника Лоренс Харви, тот самый, который снимался в двух частях человеческой многоножки. Стоит также заострить ваше внимание на музыкальном оформлении киноленты. Музыка тесно оплетает суть фильма, усиливая послевкусие визуального пиршества багряного цвета. Хочу отметить участие в картине Клаудио Симонетти, клавишника легендарной группы «Гоблин», который тесно сотрудничал с Дарио Арджента. Также в кинокартине звучит весьма перспективная современная электронная группа «Карпентер Брут». Подведу под всем этим итог. Это, в принципе, прилично снятая картина, продолжая традиции известных европейских, уже ставших классикой лент. Я уверен, что фильм найдет теплый прием в сердцах почитателей работ, известных мастеров итальянской школы ужасов и триллеров. От себя мне остается добавить. Данная кинолента мне, в принципе, понравилась, поэтому к просмотру ее я рекомендую. Ну что ж, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем удачи!